Три закона робототехники. Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Второй. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдаёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму закону. Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере. В неё даже не постучали. Бейли раздражённо оглянулся и уронил трубку. Он так и оставил её валяться на полу, что ясно показывает, как он был удивлён. «Эр-Дэниэл-Олево!» – воскликнул он в неописуемом волнении. «Чёрт побери, это же вы!» «Вы совершенно право», – ответил вошедший. Его загорелое лицо с удивительными правильными чертами оставалось невозмутимым. «Я очень сожалею, что потревожил вас, войдя без предупреждения. Но ситуация весьма щекотливая, и чем меньше о ней будут знать другие люди и роботы, даже из числа ваших сослуживцев, тем лучше. Сам же я очень рад вновь увидеться с вами, друг Элайдж». И робот протянул правую руку жестом таким же человеческим, как и его внешний вид. Однако Бейли настолько растерялся, что несколько секунд недоуменно смотрел на протянутую руку, прежде чем схватил её и горячо потряс. «Ну, всё-таки, Дэниэл, почему вы тут?» «Конечно, я всегда рад вас видеть, но что это за щекотливая ситуация? Опять какие-нибудь всепланетные неприятности?» «Нет, друг Элайдж, ситуация, которую я назвал щекотливой, на первый взгляд может показаться пустяком. Всего лишь спор между двумя математиками. Но поскольку мы совершенно случайно оказались на расстоянии одного броска до Земли, значит, этот спор произошёл на межзвёздном лайнере. Вот именно. Пустяшный спор, но для людей в нём замешанных это совсем не пустяк. Бейли не сдержал улыбки. Я не удивляюсь, что поступки людей вам кажутся неожиданными. Они ведь не подчиняются трём законам, как вы, роботы. Об этом можно только пожалеть, с полной серьёзностью заявил Эр Дэниэл. И кажется, сами люди не способны понимать друг друга. Но, возможно, вы понимаете их лучше, чем люди, обитающие на других планетах, так как Земля населена гораздо гуще. Почему-то, мне кажется, вы можете нам помочь. Эр Дэниэл на мгновение смолк, а затем добавил, пожалуй, с излишней торопливостью. Однако некоторые правила человеческого поведения я усвоил хорошо и теперь замечаю, что нарушил требования элементарной вежливости, не спросив, как поживают ваша жена и ваш сын. Прекрасно. Парень учится в колледже, а Джесси занялась политикой. Ну, а теперь всё-таки скажите мне, каким образом вы здесь очутились? Я уже упомянул, что мы находились на расстоянии короткого броска до земли, сказал Эр Дэниэл. Я рекомендовал капитану обратиться за советом к вам. И капитан согласился, спросил бы, или которому как-то не верилось, что капитан межзвёздного лайнера решил сделать непредвиденную посадку из-за какой-то чепухи. Видите ли, объяснил Эр Дэниэл, он оказался в таком положении, что согласился бы на что угодно. К тому же я всячески вас расхваливал, хотя, разумеется, говорил только правду, нисколько не преувеличивая. И, наконец, я взялся вести все переговоры так, чтобы ни пассажирам, ни команде не пришлось покинуть корабля, нарушив тем самым карантин. И что всё-таки произошло, нетерпеливо спросил Бейли. В числе пассажиров космолёта «Эта Карины» находятся два математика, направляющиеся на «Аврору», чтобы принять участие в Межзвёздной конференции по нейру биофизики. И недоразумения возникли именно между этими математиками Альфредом Борром Гумбольтом и Дженноном Сепбектом. Может быть, вы, друг Элайдж, слышали о них? Нет, решительно объявил Бейли. Я в математике ничего не понимаю. Послушайте, Дэниэл вдруг спохватился. Он, вы, надеюсь, не говорили капитану, что я знаток математики или... Конечно, нет, друг Элайдж, мне это известно. Но это не имеет значения, так как математика совершенно не связана с сутью спора. Ну ладно, валяйте дальше. Раз вы ничего о них не знаете, друг Элайдж, я хотел бы сообщить вам, что доктор Гумбольт – один из трёх крупнейших математиков галактики с давно установившейся репутацией. Ведь ему идёт 27-й десяток. Доктор Сепбет, с другой стороны, очень молод, и ему нет ещё и 50, но он уже заслужил репутацию выдающегося таланта, занимаясь наиболее сложными проблемами современной математики. «Следовательно, оба великие люди», – заметил Бейли. Тут он вспомнил про свою трубку и поднял её, но решил пока не закуривать. Да что же произошло? Убийство? Один из них в тихомолку прикончил другого. Один из этих людей, имеющих самую высокую репутацию, пытается уничтожить репутацию другого. Если не ошибаюсь, по человеческим нормам это считается чуть ли не хуже физического убийства. В некоторых ситуациях, пожалуй, ну так кто же из них покушается на репутацию другого? В этом-то, друг Элайша, заключается суть проблемы. Кто из них? Да говорите же! Доктор Гумбольт излагает случившееся совершенно чётко. Вскоре после того, как космолёт стартовал, он внезапно сформулировал принцип, который позволяет создать метод анализа нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных участках коры головного мозга. Принцип этот опирается на математические тонкости, которых я не понимаю, и, стало быть, не могу вам изложить. Впрочем, к делу это не относится. Чем больше доктор Гумбольт размышлял над своим открытием, тем больше он убеждался, что нашёл вне четыре, вальсионизирующие всю его науку, перед чем бледнеют все его прежние достижения. И тут он узнал, что на борту космолёта находится доктор Сепбет. Ага. И он обсудил своё открытие с юным Сепбетом. Вот именно. Они уже встречались на конференциях и заочно были хорошо знакомы друг с другом. Гумбольт подробно изложил Сепбету свои заключения, тот полностью их подтвердил и не скупился на похвалы важности открытия и таланту того, кто это открытие сделал. После этого Гумбольт, окончательно убедившись, что он стоит на верном пути, и подготовил доклад с кратким описанием своего открытия. Через два дня собрался переслать его к комитету конференции на «Авроре», чтобы официально закрепить за собой приоритет, а кроме того и выступить с подобным сообщением на самой конференции. К своему удивлению, он обнаружил, что и Сепбет подготовил доклад примерно такого же содержания и тоже намеревается отправить его на «Аврору». Гумбольт, наверное, разъярелся. Еще бы! А Сепбет, что говорит он? То же самое, что и Гумбольт слово в слово. Ну так в чем же здесь трудность? В зеркальной перестановке имен. Сепбет утверждает, что открытие сделал он, и что это он обратился за подтверждением к Гумбольту, и что все было наоборот. Это Гумбольт согласился с его выводами и всячески их расхваливал. То есть каждый утверждает, что идея принадлежит ему, а другой ее украл. Я все-таки не вижу, в чем здесь трудность. Когда речь идет о научных открытиях, достаточно просто представить подписанные и датированные протоколы исследований, после чего легко устанавливается приоритет. И даже если одни протоколы подделаны, это нетрудно обнаружить благодаря внутренним несоответствиям. При обычных обстоятельствах друг и Лайдж вы были бы совершенно правы. Но ведь тут речь идет о математике, а не об экспериментальных науках. Доктор Гумбольт утверждает, что держал все необходимые данные в голове и ничего не записывал, пока не начал составлять вышеуказанный доклад. Доктор Сэббит, разумеется, утверждает то же самое. Ну, в таком случае, следует принять решительные меры, чтобы разом с этим покончить. Прозондируйте их психику и установите, кто из них ужег. Эр Дэниел покачал головой. Друг Лайдж, вы, по-видимому, не поняли, о чем идет речь. Оба они члены Межгалактической Академии, а потому все вопросы, касающиеся их профессионального поведения, правомочно решать только одна комиссия Академии. Если, конечно, они сами не согласятся, добровольно подвергнутся проверке. Ну, так предложите им подвергнуться проверке. Виновный откажется, зная, что грозит ему психологическое зондирование. Невиновный, сомненно, согласится, и вам даже не придется прибегать к зондированию. Вы не правы, друг Лайдж. Для таких людей дать согласие на подобную проверку, значит, поступить со своим престижем. Несомненно, оба они откажутся только из гордости, и все прочие отступят на второе место. Ну, так ничего пока не делайте. Отложите решение вопроса до прибытия на Аврору. На этой нейропиофизической конференции, конечно, будет присутствовать такое число академиков, что избрать комиссию. Но это нанесет серьезный удар престижу самой науки, друг Лайдж. Если скандал разразится, пострадают оба. Тень падет даже на невиновного, потому что он позволил впутать в себя столь неблаговидную историю. Все будут считать, что ему следовало бы покончить с ней тихо, не доводя дело до суда. Ну, ладно. Я не академик, но постараюсь представить себе, что подобная точка зрения имеет под собой почву. А что говорят сами эти математики? Гумбольд решительно не хочет скандалов. Он говорит, что если Сеппет признается в присвоении идеи и не воспрепятствует Гумбольду передать тезисы или хотя бы сделать доклад на конференции, он не станет выдвигать никаких официальных обвинений. Неэтичный поступок Сеппета останется тайной, известной только им троим, включая капитана, так как, разумеется, никто из людей больше в эту историю не посвящен. А юный Сеппет не соглашается. Наоборот, он во всем согласен с доктором Гумбольдом, но с перестановкой имен, разумеется, все тоже зеркальное отражение. И значит, оба они, так сказать, в состоянии пата. Мне кажется, друг Илайдж, что каждый ждет, чтобы другой не выдержал и признал свою вину. Ну так пусть тебе и ждут. Капитан считает, что это невозможно. Видите ли, здесь есть два варианта. Либо оба будут упрямиться до посадки на Аврору, и тогда неименуемо разразится академический скандал, и капитан, отвечающий за поддержание закона и порядка на своем лайнере, получит выговор за то, что не сумел уладиться без шума. А он об этом и слышать не хочет. Ну а второй вариант? Либо тот, либо другой признается в плагиате, но будет ли признавшийся действительно виновным? Или он пойдет на это из благородного желания предотвратить скандал? А разве можно допустить, чтобы человек, готовый ради чести науки поступиться заслуженной славы, и в самом деле лишился этой славы? Или же в последний момент признается виновный, но так, чтобы создалось впечатление, будто делает он исключительно из вышеупомянутых благородных побуждений, избежав таким образом позора и бросив тень на второго? Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником бессовестного плагиатора. Бейли вздохнул. Ну так сказать, кто кого пересидит? Кто не выдержит в первом по мере приближения к Аврории? Это все, Дэниел? Не совсем. Имеются свидетели. Черт побери, почему же вы этого сразу не сказали? Какие свидетели? Камердинер доктора Гумбольта. А, робот, наверное. Ну, конечно. Его зовут Эр Престон. Этот камердинер, Эр Престон, присутствовал при первом разговоре, и он подтверждает рассказ доктора Гумбольта во всех частностях. То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольту, что доктор Гумбольт изложил ее доктору Сэббету, что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее. Вот именно. Ага. Но это решает вопрос или нет? По-видимому, нет. Вы совершенно правы. Вопроса это не решает, потому что имеется второй свидетель. У доктора Сэббета также есть камердинер. Эр Айт. Также роботы той же модели, что и Эр Престон, изготовленные в том же году на том же заводе. Оба прослужили у своих хозяев одинаковый срок. Странное совпадение. Очень странное. И тем не менее, это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между камердинерами. Следовательно, Эр Айт показывает то же самое, что Эр Престон. Абсолютно то же самое, за исключением зеркальной перестановки имен. Другими словами, Эр Айт утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50, и сам наткнулся на эту идею, что он изложил ее доктору Гумбольту, который не скупился на похвалы и так далее. Совершенно верно, друг Элайдж. Из чего следует, что один из роботов лжет? По-видимому, да. Но мне кажется, будет нетрудно решить, кто из них лжет. Вероятно, если опытный робопсихолог сделает даже поверхностное обследование, к сожалению, друг Элайдж на борту лайнера нет робопсихолога, достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобные исследования можно будет произвести только когда мы достигнем Авроры, так как ни доктор Гумбольт, ни доктор Сэббет не согласятся остаться без камердинеров на срок, которые потребуются для обследования роботов земными специалистами. Но в таком случае, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня. Я глубоко убежден, невозмутимо сказал Эр Дэниел, что вы уже наметили какой-то план действий. Ах так? Ну, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых — плагиатор. Боюсь, друг Элайдж, что это невозможно. Они не могут покинуть лайнеры из-за карантина, и по той же причине к ним не можете явиться вы. Да, конечно, Дэниел, но я имел в виду беседу по видеофону. К сожалению, они вряд ли согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь. Опять-таки вопрос престижа. Ну а с роботами-то я могу поговорить по видеофону? Это, я полагаю, можно будет устроить. Попробуем обойтись этим. Значит, мне придется взять на себя функции робопсихолога-любителя. Но вы же сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог. Ну, неважно. Только прежде, чем я увижусь с ними, давайте поразмыслим. Скажите, а не может ли быть так, что оба робота говорят правду? Например, разговор между математиками велся полунамеками, и тогда каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину. Или оба слышали лишь часть разговора, причем не одну и ту же, и пришли к одному и тому же выводу? Абсолютно невозможно, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия. Таким образом, несомненно, что один из роботов лжет. Да. Можно мне будет получить копию показаний, дававшихся в присутствии капитана? Я предвидел, что копия может вам понадобиться, и захватил ее с собой. Вот и чудесно. А роботам была устроена очная ставка, и это отражено в протоколе. Роботы просто рассказали все, что им было известно. Устраивать очную ставку правомочен только робопсихолог. Или я. Вы сыщет друг Элайдж, а не... Ну ладно, ладно, Дэниел, подумаем-ка еще. При обычных обстоятельствах робот лгать не станет, однако он солжет, чтобы не нарушить какой-нибудь из трех законов. Он может солгать, чтобы сохранить собственное существование в соответствии с третьим законом. И еще легче он солжет, чтобы выполнить распоряжение, полученное от человека, поскольку это соответствует второму закону. И он, скорее всего, солжет, если это понадобится для спасения человеческой жизни, или если он таким способом воспрепятствует тому, чтобы человеку был причинен вред согласно первому закону. Совершенно верно. В данном случае каждый из этих роботов предположительно защищает профессиональную репутацию своего хозяина, и ради этого в случае необходимости, несомненно, будет лгать. Ведь профессиональная репутация тут почти эквивалентна жизни, и первый закон вынудит его ко лжи. Однако такой ложью каждый коммердинер будет вредить профессиональной репутации другого математика, друг Элайдж. Да, пожалуй. Но ведь репутация хозяина может представляться ему более значимой и важной, чем репутацией любого другого человека. И в этом случае, с его точки зрения, ложь принесет намного меньше вреда, нежели правда. Сказав это, Лайдж Бейли умолк и задумался. Затем он продолжал. Ну, хорошо. Так вы мне дадите возможность побеседовать с роботами? Я думаю, лучше будет начать с Эр Айда. Робота доктора Себета? Да. Ну, подождите минутку, сказал Эр Дэниэл. Я захватил с собой микроприемник, соединенный с проектором. Мне потребуется только белая стена. Вот это вполне подойдет, если вы разрешите мне отодвинуть ящики с картотекой. Валяйте. Мне что, нужно будет говорить в микрофон? Нет, вы сможете говорить так, словно ваш собеседник находится перед вами. Но извините, друг Элайдж, мне придется еще немножко вас задержать. Я должен сначала связаться с космолетом и вызвать Эр Айда к передатчику. Ну, в таком случае, Дэниэл, может, пока найдите мне копии протоколов? Пока Эр Дэниэл налаживал оборудование, Лайдж Бейли, запурив трубку, принялся перелистывать протоколы, которые передал ему робот. Через несколько минут Эр Дэниэл сказал, Эр Айд вас ждет, доктор Лайдж. Но, может быть, вы хотели бы еще несколько минут посвятить протоколам? Нет, вздохнул Бейли. Ничего нового я в них не нахожу. Включайте передатчик и последите, чтобы у нас разговор записывался. На стене появилось двумерное изображение Эр Айда. В отличие от Эр Дэниэл, он вовсе не походил на человека и был сделан из металла. Он был высок, но состоял из нескольких блоков и мало чем отличался от обыкновенных роботов. Бейли заметил только несколько мелких отклонений от привычного стандарта. «Добрый день, Эр Айд», — сказал Бейли. «Добрый день, сэр», — ответил Эр Айд негромким и совсем человеческим голосом. «Ты камердинер Дженета Сэббета, не так ли?» «Да, сэр». «И давно ты у него служишь?» «22 года, сэр». «И репутация твоего хозяина для тебя важна?» «Да, сэр». «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?» «Да, сэр». «Наравне с его жизнью?» «Нет, сэр». «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Айд сказал «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств». Бейли помолчал, собираясь с мыслями. Этот робот рассуждал много тоньше и логичнее, чем те, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор. И он вовсе не был уверен, что сумеет расставить ему ловушку. Бейли сказал «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Альфреда Гумбольта, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина?» «Да, сэр». «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Гумбольтом?» «Нет, сэр». «Ну, если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?» «Да, сэр». «В таком случае, сказал Бейли, рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Дженнон Сэббет, имеет репутацию замечательного математика, но он еще очень молод. Если доктор Гумбольт сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает, но у него впереди вся жизнь, и он сумеет искупить свой проступок. Его ждет еще много блестящих открытий, и со временем все забудут про эту попытку плагиата, объяснив ее опрометчивостью, свойственной молодым людям. То есть для него все еще поправимо. Если же с другой стороны искушению поддался доктор Гумбольт, то положение создается гораздо более серьезное. Он уже стар, и главное его совершение относится к прошлому. До сих пор его репутация оставалась незапятнанной, и этот единственный проступок на склоне лет зачеркнет все его прославное прошлое. А у него уже не будет времени поправить дело. За остающиеся ему годы он вряд ли сумеет сделать что-либо значительное. По сравнению с своим хозяином доктор Гумбольт теряет гораздо больше, а возможностей поправить случившееся у него гораздо меньше. Таким образом, ты видишь, что положение Гумбольта намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли. Наступила долгая пауза. Затем Эр Айт сказал ровным голосом, «Мои показания были ложью. Работа принадлежит доктору Гумбольту, а мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права». «Прекрасно!» — сказал Бейли. «При споряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. И можешь быть свободен». Экран померк, и Бейли, затянувшись, выпустил клуб дыма. «Капитан, все слушал, Дэнил?» «Разумеется, он единственный свидетель, не считая нас. Очень хорошо. А теперь давай второго робота». «Но зачем, друг Эл Айт?» «То есть Эр Айт во всем признался?» «Нет, это необходимо. Признание Эр Айта ничего не стоит». «Ничего?» «Абсолютно ничего. Я объяснил ему, что доктор Гумбольт находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищает Себетта, то тут он сказал бы правду, как он утверждает. Но если он говорил правду раньше, то теперь он солгал бы, чтобы защитить Гумбольта. Это по-прежнему зеркальное изображение, и мы ничего не добились». «Но в таком случае, чего мы добьемся, допросив Эр Престона?» «Если бы зеркальное изображение было абсолютно точным, мы бы ничего не добились. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. Давай-ка мне Эр Престона, а если запись до просора Эр Айта готова, я хотел бы ее посмотреть». На стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айта, если не считать узора на грудной пластине. «Добрый день, Эр Престон», – сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр Айта. «Добрый день, сэр», – сказал Эр Престон. «Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айта. Ты коммердинер Альфреда Гумбольта, не так ли?» «Да, сэр». «И давно ты у него служишь?» «22 года, сэр». «Репутация твоего хозяина для тебя важна?» «Да, сэр». «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?» «Да, сэр». «Наравне с его жизнью?» «Нет, сэр». «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Престон сказал, «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств. Бейли спросил, если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженна Носебета. Ты бы солгал, чтобы защитить репутацию твоего хозяина?» «Да, сэр». «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Себетом?» «Нет, сэр». «Но если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?» «Да, сэр». В таком случае сказал Бейли, рассмотрим ситуацию поподробнее. «Твой хозяин, Альфред Гумбольд, имеет репутацию замечательного математика, но он старик. Если доктор Себет сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Однако его почтенный возраст и замечательные открытия, которые он сделал на протяжении столетий, перевесят этот единственный неверный шаг и заставят забыть о нем. Эта попытка плагиата будет объяснена утратой чувства реальности, свойственной старикам. Если же с другой стороны искушению поддался доктор Себет, то положение создается гораздо более серьезное. Он молод, и репутация его не столь прочна. При обычных обстоятельствах его ждали бы столетия, чтобы он мог совершенствовать свои знания и делать великие открытия. Теперь же он будет всего этого лишен из-за единственной ошибки молодости. Будущее, которое он теряет, несравненно больше, чем то, которое еще остается твоему хозяину. Таким образом, ты видишь, что положение Себета намного более серьезное и кривато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Престон сказал ровным голосом, «Мои показания были ло...» Внезапно он умолк и больше не издал ни звука. «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон?» спросил Бэйли. Робот молчал. «Боюсь, друг Элайдж, вмешался Эр Дэниел, что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя». «Наконец-то мы добились асимметричности», сказал Бэйли. «Теперь мы можем установить, кто виновен». «Каким же образом, друг Элайдж?» «А вы подумай». «Предположим, ты человек, который не совершил преступления, что известно твоему личному роботу. Тебе не нужно предпринимать никаких действий. Твой робот скажет правду и подтвердит твои слова. С другой стороны, если ты человек, который совершил преступление, тебе будет нужно, чтобы твой робот солгал. А это сопряжено с определенным риском. Хотя робот в случае необходимости солжет, стремление сказать правду останется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надежнее лжи. Чтобы обезопасить себя, человек, совершивший преступление, скорее всего, прямо прикажет роботу солгать. В результате первый закон будет подкреплен вторым законом, и, возможно, в значительной степени. Это выглядит логичным, заметил Эр Дэниел. Предположим, мы имеем по одному роботу каждого типа. Один из них переключится с ничем подкрепленной правдой на ложь. И проделает это после некоторых колебаний без каких-либо неприятных последствий. Второй робот переключится от сильно подкрепленной лжи на правду, но при этом он рискует сжечь позитронные связи своего мозга и впасть в состояние полного отключения. А поскольку Эр Престон ввал в состояние полного отключения, значит, хозяин Эр Престона, доктор Гумбальд, виновен в плагиате. Если вы передадите это капитану и рекомендуете ему немедленно переговорить с доктором Гумбальдом, то, возможно, во всем сознается. В таком случае, я надеюсь, вы ему немедленно об этом сообщите. Непременно. Вы меня извините, друг Илайф. Я должен поговорить с капитаном без свидетелей. Ну, конечно. Пройдите в зал заседания, он полностью экранирован. Эр Дэниел вернулся через полчаса, и эти полчаса, пожалуй, были самыми длинными в жизни Бейли. Разумеется, по невозмутимому лицу робота, несмотря на все его сходство с человеком, нельзя было ни о чем догадаться, и Бейли также постарался сохранить полную невозмутимость, когда спросил... Ну, так что же, Дэниел? Все произошло, как вы сказали, друг Илайф. Доктор Гумбель признался. По его словам, он рассчитывал, что доктор Себет отступит и позволит ему насладиться этим последним триумфом. Теперь дело улажено, и капитан просил передать вам, что он в восторге. И думаю, мне тоже зачтется, что я рекомендовал вас. Вот и хорошо, сказал Бейли, который теперь, когда все окончилось благополучно, вдруг почувствовал, что я легендашу на ногах. Но черт побери, Дэниел, не впутывайте меня больше в такие истории, ладно? Постараюсь, друг Илайф. Но, разумеется, дальнейшее будет зависеть от того, насколько важны окажутся проблемы от вашего мастерного хождения в тот момент и от некоторых других факторов. Однако мне хотелось бы задать вам один вопрос. Валяйте. Разве нельзя предположить, что переход от лжи к правде должен быть легким, а переход от правды к лжи трудным? Это означало бы, что робот, полностью отключившийся, собирался вместо правды сказать ложь? А так как полностью отключился Эр Престон, то это означало бы, что виновен не доктор Гумбольд, а доктор Сэббетт, не так ли? Совершенно верно, Дэниел. Можно было бы рассуждать и таким образом, но правильным оказалось обратное предположение. Ведь Гумбольд-то признался, разве нет? Да, конечно. Но, раз оба эти построения были равновозможны, каким образом вы, друг и Лайт, так быстро сделали свой выбор? Губы Бейли задергались. Он не выдержал и улыбнулся. Дело в том, Дэниел, что я исходил из психологии людей, а не роботов. В людях я разбираюсь лучше, чем в роботах. Другими словами, еще до того, как стал допрашивать роботов, я довольно точно представлял себе, кто из математиков виновен. Когда же мне удалось добиться асимметричной реакции роботов, я испытывал ее как доказательство вины того, вовчие виновности я уже не сомневался. Реакция робота была настолько эффективной, что виновный человек не выдержал и сознался. А одним только анализом человеческого поведения я вряд ли замену этого добиться. Мне хотелось бы узнать, что именно вам дал анализ человеческого поведения. Черт убери, Дэниэл, подумайте немножко, Иван Межича будет спрашивать. В этой истории с зеркальными отражениями была еще одна асимметричность помимо момента правды и лжи. А именно возраст двух математиков, один из которых глубокий старик, а другой еще очень молод. Да, конечно, но что из этого следовало? А вот что. Я могу представить себе, что молодой человек, ошеломленный открытием совершенно нового принципа, поторопится поделиться им с маститым ученым, которого он еще на студенческой скамье привык почитать, как великое светило. Но я не могу себе представить, чтобы маститый ученый, всемирно прославленный, поторопился бы поделиться им с человеком, который моложе его на 200 лет и которого он, несомненно, считает желторотым юнцом. Далее. Если бы молодому человеку и представился случай украсти идею у прославленного светила, мог бы он это сделать? Ни в коем случае. С другой стороны, старик, сознающий, что способности его угасают, мог бы многим рискнуть ради последнего триумфа, искренне считая, что у него нет никаких хитических обязательств по отношению к тому, в том, кто он видел молокосос и листочку. Короче говоря, было бы невероятно, чтобы Гумбольд представил свое открытие на суд Себбета или чтобы Себбек украл идею Гумбольда. Виновным в любом случае оказывался доктор Гумбольд. Эр Дэниел довольно долго раздумывал над услышанным. Потом он протянул Лайджу Бейли руку. Мне пора, друг, Лайдж. Было очень приятно повидать вас и надеюсь, до скорой встречи. Бейли сердечно потряс протянутую руку робота. И если можно, Дэниел, не до очень скорой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова